Мы вот, как бы сказать, сняли вот такую уникальнейшую фотографию, по сути. Владимир Меньшов занимается фотографией не один десяток лет. Его творческий путь начался в 1965 году. Будучи пионер-вожатым в лагере, он вместе с ребятами работал над увековечиванием памяти павших в годы войны жителей деревни Молчаново Подольского района, запечатлевая на плёнку яркие моменты. Уже когда я был призван в 1966 году в вооружённые силы, во мне сформировался фотограф. Вот мой, можно сказать, альбом, где я начал снимать впервые. И вот с самого начала героями моих фотографий стали люди. С тех пор его конёк – история, события в лицах. В архиве Владимира Меньшова сотни снимков заслуженных горожан и жителей района, простых видновчан, памятных моментов с праздников и рабочие будни. Через человека, через его лицо, через его глаза можно передать события. Немалую часть фотоархива занимают снимки с городскими видами. По фотографиям Владимира Степановича можно проследить, какие перемены коснулись городского облика с 1996 года. Это любимая фотография, значит, новое издание Сбербанка. Но сейчас вы так уже не найдёте, потому что на этом месте стоит музыкальная школа. Детская школа искусств. Сейчас Владимир Меньшов с авторствой с фотографом Георгием Митрофановичем Абраменко готовит выставку к юбилею города. Но и в конкурсе «Старый город, новый город» планирует принять участие. Какое фото представить на него Владимир Степанович ещё не решил. У каждого видновчанина есть милый сердцу городской уголок. Может, это старый переулок, а может, сквер в новом микрорайоне. Игровая площадка или родной двор. В фотоальбоме любой семьи есть снимки видного. Но выбрать достойное участие в конкурсе непросто. Фотография должна быть не только красивой. Она должна быть интересной, что называется, с изюминкой. Время выбрать лучший снимок или сделать его, определившись с фотообъектом, у вас ещё есть. Работы принимаются с 1 по 31 августа. По адресу проспект Ленинского комсомола, дом 6А, на студии телеканала «Видное ТВ». А подробная информация о конкурсе размещена на сайте администрации в газете «Видновские вести». О ней рассказывается в наших новостных выпусках. Татьяна Акимова, Алексей Иванов, Екатерина Чернышёва. «Видное ТВ».